Всем привет, мои хорошие! Сегодня мы в Тургенском ущелье идем на водопад Скалистый. Он недалеко находится от водопада Медвежьего. Медвежье это очень легко, а нам надо посложнее. Команда сегодня мужская, как ни странно. Гид Константин, Денис, сын Дениса Дмитрий, с которым мы уже ходили на пик Титова. Он есть в моих видео. А также идет с нами Сергей Максимов. У него тоже есть канал. Очень красивые видео снимает. И его дочка Екатерина. Очень красивые видео, всегда с музыкой, всегда очень красочно. В общем, он профессионал своего дела, профессиональная аппаратура. Сегодня будем наблюдать за тем, как профессионалы работают. Вперед! Так, сворачиваем мы с дороги. Совсем чуть-чуть прошли от визит-центра. Сворачиваем на северный склон, на снежный. Позади остается южный. Потихоньку набираем высоту. Сергей там сзади идет, снимает. Я обязательно дам ссылочку в инстаграме на его канал, когда видео выйдет. Впереди уже там видно на макушках лес. Снег тут более глубокий, чем когда мы ходили на Кайракский. Дима, ты же альпинист? Да? Мы уже на фермистах. И турист, и альпинист? Да. Еще водный турист, и спелеолог. Спелеолог? На Или. Пещеру вы искали. Ох, молодец. А какие ты уже вершинки взял тут в Алма-Ате? Так. То есть, не забудь. Одна гора, которую я не помню название. Потом Баб, Фурманова, Титова, Пикпамять, еще что-то было. Вот на Титово мы с ребятами ходили. Как раз я снимала Диму и Руслана, когда мы поднимались на Манжелки. Это когда мы в Снежные озера падали? Нет. Это было два года назад, по-моему, уже, да? Да. Заметно подрос Дима за это время. Они тогда зашли на Титова, я нет. Ну, по-моему, в шесть. Да, был. В шесть. Урма за лопаницей. Да, Баб еще был. Вот эта непонятная гора. Я забыла, как называется. Я забыла. Это где она была? Ну, там еще, когда мы ходили. Я бы ходила. А мы, ну, там, в честь имени какого-то туриста, который туда много ходил. Букреев, что ли? Да. Букреев, на Букреева. Да, да, да. Молодец. Еще какой-то, по-моему, был. Не помню, какой. Помню, что еще один есть. Освещения нет совсем здесь. Картинка такая тусклая. Совсем не радостная. Но когда оборачиваемся назад, вот там, да, красиво. И причем ощущение, как будто мы где-то в таком жутком высокогорье. А здесь не такая большая высота. Ладно. Денис подмерз. Денис подмерз никогда. Иначе будет даже летом заверзать. А, это потому что они уже были отморожены? Отморожены, да. А где-то их так? Семитесичник. Так скромно. Ну, семитесичник. А на каком? Можно узнать? Все пять бывшего СССР. То есть, ты снежный барс? Да. Вот так? Да. А мы сегодня идем со снежным барсом. Кругом, кстати, следы косуль. Надеемся увидеть, но вряд ли, конечно, мы шумим, идем, разговариваем. Вот тут везде следы. Косуль. Набрели на Барбарис. Когда ходили на Узун Каргалы, тоже встречали Барбарис, но он там был пустой. Я все снимала, но видео тогда не включила, потому что видео было объемным и так. Сейчас попробую. Ой, провалилась. Ну, в принципе, неплохой. Чуть-чуть есть кислинка. Он как озюм выглядит. Но почти пустой. Ну да, что мы хотим? Холодно было? Ой, кислятина такая. Кстати, вот на этот склон уже перешло солнышко. Тот склон почти до дороги уже освещается. Красиво. А нам еще вот дойти до елок, вон туда, и свернуть направо. Еще вверх-вверх, да? Много? Это примерно... Вот мы примерно одну треть прошли. Понятно. Где-то где-то, где-то там. Нормально. Ну, у меня здесь риски дадут совсем ничего. Ну? Там после елок начнется. Глубокий снег? Да? Снег повыше. Ура! Пригодится лопату. Дима лопату взял. Раскладная у папы была. Окапываться будем. В засаду сядем. Косулин наблюдать. Да! С фотоаппаратом! Как с фотоаппаратом! Да, у Сергея как раз фотоаппарат хороший, хорошо приближает. Да, да, да. Мы будем сидеть в засаде. Это Токио. Тихоньку набираем высоту, и ущелье немножко сужается. Скалы нас тут обжимают с двух сторон. Вот уже солнышко, и мы яростно гребем наверх, чтобы согреться. Вот оно уже ниже спустилось. Вот эти скалы уже освещены. Ох, показали свой цвет красивый. Очень тяжело здесь по этому снегу подниматься. Он осыпается, и палки проваливаются глубоко. Приходится себя вытаскивать на руках практически. Мы тропили, тропили. Ну, как тропили? У нас идет молодой лось впереди. Это Дима. Вот он впереди всех шел. Потом Костя. Потом я. И вот мы бежали-бежали к солнышку, и наконец-то прибежали. Сначала хотели вот в этих елках остановиться, пообедать. Но что-то там холодно. Вот чуть-чуть за поворотик, и тут солнечная полянка. Вот она, солнышко уже пригревает. Здесь перекусим. И уже где-то недалеко водопад. К нашему бревну. К нашему шалашу. Ну, у нас тут были. Дима готовит площадку. Лопату не зря несли. Чтобы тут всем удобно было расположиться. На чаепитие. За камни. Ой, как красиво. Как же красиво. Так, подходит Сергей. Самые красивые кадры будут у него. Дима всех спасает. С лопатой пробивает дорогу впереди. А мы уже чай пьем. И небольшой перекус. Денис отмахивается. Солнышко какое уже. Классное. Так, здесь на привале нам Костя показал, где находится медвежий водопад. То есть, вот это вот пятнышко. И от него слева. Вот здесь сейчас приближу, попробую показать. Так. И вот здесь вот водопад. Медвежий. Довольно высокий. Он метров 30-35, да? Да. Итак, мы подкрепились. Посмотрели, где находится медвежий водопад. Вспомнили кое-какие книги. И сейчас выдвигаемся дальше. Уже непосредственно к водопаду Скалистого. Киеву называется гирпир... О, гирпирбалуид инженера Гарина. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И вот уже за Костей водопад виднеется К которому мы приближаемся Так, солнце ушло за гору И вот теперь я сама хорошо вижу Откуда идет этот водопад То есть видите, вот оттуда Откуда-то с вершины скалы Он спускается Сейчас я буду приближать О, так виднее Вон откуда он тянется Самые верхушки А тут уже гирлянды Длинные-длинные Сразу показываю Потому что сейчас вот сюда поближе подойдем Вот эту верхнюю часть уже не будет видно Здесь уже хорошо видны каскады Замерзшие Вон там еще вода стекает Струечка Видно, что течет Красиво как Вот это красиво смотрится елка Стройная И гирлянды Сосулек Губы подмерзают Без солнышка Ну, сразу на фоне Константина Видно Какие они огромные Константина рос Где-то, наверное, метр девяносто пять Метр девяносто Метр девяносто пять Классно Хочу попить воды Тебе дать воду? А? Дать воду? Или ты оттуда хочешь попить? Экстремал Вон она, вода течет Вот ее видно Сейчас попробую приблизить Видно, нет? Тут нет скалы Видно, вот Все видно В самом середине Кадра Самой Красота Не ткни Клювом Тут невозможно даже стоять В этом снегу Он такой глубокий Постоянно шатает Со стороны в сторону Так, понесло Если я упаду То ты упадешь Если я упаду То считайте меня коммунистом Так, говори Мы будем считать тебя Альпинистом Вот так, чуть-чуть Раскачивай Нет, нет Поломаешь Вот так, да Что, забыл уже? Да? Все Так, сейчас Возьму каску Подойду Все-таки Хочется Он трескается Так, бывает Ты его ломаешь Ой, хорошо, что я отпрыгнул Если бы шаг на меня полетел Для этого есть каска Все равно лучше отпрыгивать Как красиво И туда очень глубоко вниз еще уходит Я почти до воды добился Что хочет воды? В водопадной А? Вон она Вот она течет Вот она течет уже Иди Вот здесь Ты яростный Все, дорубился До воды Да Вы хотите воды? Давай посмотрим, какая она Вон она Течет Так надо было какой-то стакан взять Это Взять от термоса эту Кружечку, да Крышку Сейчас вот это вот прорублю И Кто хочет воду? Нет, тебе надо вот эту стену Давай я так сниму пока Так я А, в смысле воду? Да, да Подходите Сейчас я вот так вот вытяну Там куда пойдешь Принеси лопату Ага, тут полностью камера не заходит Давай все, руби Дай 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 кусок, чтобы камера зашла И кружечка Куда я, что-то не поднимала Дело вступает профессионал Осколки летят А где мои очки? Я на очки каску надела Ну ладно Целую пещеру уже прорубили Вон она Течет О Вот, не верю, залезет О Зажарился сразу Что? Что? Вот тут нет Куда и лагин, что ли? А? Классно Вау, какие сосуляки, фигурные, смотрите. Там прям залезть можно туда, внутрь. Каска застряла. Следопыт. Каска не похудеет. Отдай! Я не вылезу отсюда. Ладно, тяни. Пойдемте, покажу, куда с ним можно залезть. Что ты делаешь? С ним можно залезть. Ты что, полезешь? Да, полезешь там, Дима. Я чувствую себя с неногом. Некоторые спрашивают, как ты с тяжелым рюкзаком ходишь? Но сейчас вот Дима мне говорит, когда я царапалась по снегу к льдинкам посмотреть, Дима мне кричит, говорит, а чего вы с рюкзаком ходите? А я забыла, что вообще рюкзак на мне. То есть я так торопилась все это поснимать, все эти льдинки, что даже забыла, что рюкзак на мне висит. Ну он, хотя они тяжелые там, около 6-7 килограммов и все. Так что нормально мы ходим с тяжелыми рюкзаками, мы их не чувствуем. Поближе подобралась вот к этим сосулькам огромным. И вот отсюда тоже прекрасный вид, там такая ниша. Но я ближе не могу подойти, я каску не надевала, поэтому издалека покажу. И вот здесь видно, вода течет. Димон, повелитель лавин, спустился на лопате вот сюда в овраг и продолжает путь по оврагу. Легких путей не ищет ребятенок. Ой, спускаться вот по глубокому снегу тоже не очень приятно, честно скажу. Тебя колбасит из стороны в сторону. Заваливаешься, бывает, на бочок. Но все же лучше, чем подниматься. С Денисом успела поговорить возле водопада по поводу ночелок в зимнее время. Много интересного рассказал. Кладись информации. Мы тут с Димоном остановились пособирать Барбариса. Он хочет собрать учительницы по математике и прабабушки. Он уже сколько насобирал мешок. Как учительницу зовут? Любовь Герасимовна. Любовь Герасимовна. Вам большой привет. Ой, проваливаемся. Так, давай я тебе высыплю, пока я их не уронила. Спасибо. Давай сейчас еще соберем. Пока там наши идут, еще можно успеть. Спускаемся, мы спускаемся. А тут за нами прислали лесников. Кто-то сообщил, что какая-то, или кто-то один, или толпа. Не знаю, как им сообщили информацию, что поднялись сюда, в это ущелье. И они нас три часа сидели тут, ждали. Ну, сообщили, вроде как охотники как будто поднялись. А мы тут охотники, ага. Не те оказались. Но нас все равно спускают вниз. И вроде как там ждет начальство. Сейчас будут с нами вести беседы. И, наверное, проверят, что у нас с собой есть. Вот такие у нас приключения. Неожиданно. Костя спустился первый. Здесь стояла машина с инспекторами. В общем, посмотрели, что мы совсем не охотники. И не ворошиловские стрелки. В общем, сразу уехали они. Ну, бдят ребята, бдят. Видимо, сюда редко кто-то ходит. Основная тропа туда, на водопад. Идет на медвежий. А тут сообщили, что кто-то сюда ушел. Ну, вот они среагировали. Итак, завершаем мы наш поход обедом. Обед у нас просто вот так в машине разложились. Да, Дима? Стоим возле визит-центра. Кстати, очень хороший визит-центр. Там можно вечно сходить в туалет. В общем, все классно. Там даже какие-то сувениры можно купить. Все удалось. Всего хорошего. Всем здоровья. Пока-пока.